сегодня 18 марта 14 день голодания подходит к концу и что я могу сказать я чувствую что моя носоглотка очищается лицевые мои уже пазухи которые за передними костями они очистились выделения у меня же интенсивных таких нет не беспокоит меня я нормально дышу носом иногда когда у меня возникает я еще понял что что я неправильно очищаю свои пазухи то есть я всегда очищал через сморкание но сейчас я понял что на самом деле гвоздь этой болезни забитый он находится здесь в глотке и надо очищаться надо думать как очищаться то есть когда действительно в пазухе ты чувствуешь запятый здесь тогда да сморкание а в моем случае вот сейчас я понял что нужно отшмурыгивать аккуратно чтобы не попало в легкие отшмурыгивать и очищать из себя моя была ошибка в том что я протаскивал так вот через ноздри вот из-за этого и были мы моя болячка она заходила в тупик сейчас у меня боли утихли в глотке они есть маленькие незначительные я хорошо отшмурыгиванием очищаюсь душу замечательную у меня я чувствую что не до конца еще очистился у меня еще здесь справа я чувствую что-то там есть какой-то отек какое-то давление поддавливает еще что-то то есть не надо очищаться приступов задыхания или отдышки среди дня у меня нет утром единственное что я просыпаюсь я чувствую слегка что да у меня задругленное дыхание у легких это все еще есть сердце у меня не болело сегодня когда я проснулся я на левом боку не бежу лежу попереме на левом и правом боку то есть нормально ночью дышу еще я заметил что я на 14 вот в конце 14 дней я приобрел силу я стал сильнее я стал сильнее физически то есть я сейчас я живу на седьмом этаже я поднялся на седьмой этаж вполне нормально я не задыхался перед дверью да тяжеловато потому что понятно 14 дней ничего не ел но я чувствую что я поднялся лучше чем в предыдущие все дни я стал сильнее и это удивительно для меня меня сейчас начинают долгить конечно все-таки мысли о еде там я иногда улезаю на youtube смотрю там приготовление всяких блюд наверное от этого все таки отказаться ну что буду продолжать свой марафон буду сообщать о результатах какие у меня есть и надеюсь что я смогу очиститься с божьей помощью конечно не сам собой как заповедовал господь бог когда апостолы сказали спаси лего почему мы не можем исцелить бесноватого он сказал только апостол и молитву что есть у верующих вот ты молишь господа бога и не получаешь исцеление у тебя все есть господь бог спроектировал человека так что у него все есть а что у него есть либо перемены места отказ от бак цивилизации уехать в чистое место и там жить и второе это голод господь бог сам у суток человека не было супермаркетов не было такого биле пищи человеку нужно было потрудиться чтобы достать пищу и значит сам замысел божий о господи бог таков чтобы человек нуждался в пище голодал форсом говорил и понимаете ты не должен никому обращаться не иметь никаких тайных знаний ты не должен идти к каким-то врачам которые что-то знают там какие-то мудрецы не должен кому-то отдавать свою снимать последнюю рубашку просто голодаешь это доступно всем каждом господь бог даровал этот способ каждому это один большой момент главный а второй момент понимаете есть такое экстрим люди там забираются на горы подвергают себя страшным опасностям там предпринимают какие-то отчаянные поступки для того чтобы испытать какие-то острые ощущения там проверить себя зачем вот есть православные экстримы когда ты голодаешь ты ты как будто отбрасываешь себя или как отбрасываешь и накидываешь себе сверху многие десятки лет тебе становятся понятны эти все старики которые стоят в вагонах и беспомощность разовый круг в поисках где бы им упасть потому что они слабы ты начинаешь понимать что такое ежеминутная борьба вот с этой вот слабостью понуждение себе там встать там прийти в чувство когда у тебя все потемнело в глазах ты наконец все это понимаешь конечно потому что молодой ты к этому адаптируешься вот я говорю я адаптировался уже я думаю я стал сильнее то есть я к этому привык уже я нормально себя чувствую я не старик но понятие вот до этого двухнедельный период я стал прекрасно понимать всех стариков которые в храме ходят там ползут я стал их очень гораздо лучше понимать ну и конечно этот экстрим православный аскетический очень интересная штука интересно посмотреть на свою реакцию а что ты можешь к чему-то приведет и конечно же исполнить замысел божий вернуться туда к тем истокам который будет так далеко отошли что просто невозможно себе представить ну все с помощью божией продолжу свой век спасибо господи спасибо 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 походу